При слове «агитбригады» кто-то наверняка улыбнется, вспомнив свое комсомольское прошлое. Агитационной бригадой в СССР называли театральный коллектив, представляющий программу агитационного характера. Сегодня «агитбригада» – это не только творческий коллектив, но и сценический жанр, обладающий особыми характеристиками. Какими – узнаете из следующего материала выпуска. А сейчас перед вами выступит фуровой коллектив нашего клуба. Фуор исполнит клубные страдания. Перед вами выступаем, мы, кажется, первый раз. И отлично понимаем, как то лично слушать нас. Агитбригады возникли в первые годы после Октябрьской революции для обслуживания фронтов Гражданской войны. С конца 20-х годов получили массовое распространение на стройках, производствах. В годы Великой Отечественной войны носили гордое название фронтовых бригад и внесли посильный вклад в общую победу над врагом. В 60-х годах они получают популярность в студенческой среде. Именно агитбригада изобрела знаменитую линейку. Шеренгу людей, стоящих на авансцене, лицом в зал и представляющих собой, по сути дела, единый образ. В наши дни агитбригады переживают возрождение. Ежегодно в Славянском районе свое творчество в этом жанре демонстрируют школьники. И впервые в профсоюзной организации работников образования. Организован конкурс агитбригад среди трудовых коллективов образовательных учреждений. Основная мысль, конечно, это верность долгу педагога и вообще профессии педагога. И естественно, нас как профсоюз интересует, чем больше нас в профсоюзе, тем лучше. То есть привлекаем в ряды профсоюзов людей. Конечно, это основные идеи. Вообще, настолько учитель талантлив, и мы столько увидели таланта, что у нас уже рождаются другие мысли, какие еще конкурсы провести. Кроме, наверное, работы, у человека должна быть еще какая-то отдушина. Мы сделали этот вывод. Люди собираются, общаются друг с другом. Как бы, вот, знаете, это привлекло людей. И мы сделали вывод, надо не останавливаться, дальше идти. В ходе зонального этапа лучшие девять команд финалистов районного конкурса «Агитбригад» были отобраны из 69-ти. Свои оригинальные творческие номера они представили на галоконцерте. По словам Зинаиды Колотенко, выбрать победителей было очень сложно. Все участники – люди идейные, талантливые, эрудированные. Суметь надо, организовать, сплотить. Идеи какие-то нужно воплотить в жизнь. Поэтому я считаю, что это как своего рода подготовка учителя в какой-то степени к работе с детьми в плане творчества. Елена Ефимева признается, готовились к конкурсу очень долго и подошли со всей ответственностью. Ведь не каждый день педагоги на большую сцену выходят. Мы стратили свое личное время, потому что репетиции проходили у нас ежедневно, особенно перед первой частью выступления. Мы отрабатывали все четко, слова должны звучать только наизусть, без подсказок, без бумажек. Это желание, во-первых, всего коллектива, это работа всего коллектива. Кто-то готовил стихи, кто-то готовил музыкальную часть выступления, кто-то разрабатывал танец нашего выступления. И вот в целом получилось у нас такое яркое, мне кажется, выступление. Задавайте нам разные вопросы, на работе трудитесь с огоньком. Первым делом, первым делом вы греосы, ну а личное, а личное потом. Несмотря на то, что это уже галоконцерт, перед выходом на сцену участники все равно репетируют. Забросив на время дела и работу, педагоги раскрыли в себе творческий потенциал, декларировали речевки, пели и танцевали, а в зале царила атмосфера здорового соперничества и азарта. Команды выступали в самых разных жанрах. В каждом номере яркая агитационная постановка. А некоторым шуткам, стихам и песням позавидовали бы даже в клубе веселых и находчивых. Но главное в этом конкурсе для самих участников – это ощущение сплоченности коллектива, огромный заряд творчества и позитива, который педагоги непременно привнесут в свою работу. Алена Лавринова, Георгий Калинин, программа «События».